Еще раз доброе утро, доброе утро всем красноярцам, вот в таком необычном виде я сегодня стою перед вами, а все потому, что занимаемся там мы сегодня фехтованием. Вот начнем, наверное, с костюма, обязательно это кольчуга, да, Сергей? Сергей не кивает, что да, это кольчуга, несмотря на то, что мне тяжело в ней, честно говоря, потому что вес не такой большой. Ну и для тепла это обязательно головной уборник, такая небольшая шапочка. Ну и мы, наверное, начнем с того, вообще, как же пользоваться оружием на боях, куда им махать, куда не махать, и Сергей нам проведет такой мастер-класс. Давайте мы сразу тогда попробуем сделать одно и то же действие, но с разными видами оружия. То есть вот начнем с табли, она достаточно легкая, ну и будет достаточно легко вот это действие разучить, но потом что-нибудь потяжелее. Давайте. Итак, прошу, возьмем, давайте боком камера встанем вот так вот, вот, и ноги впереди правая нога, сзади левая нога, а ноги другой, поднимаем над головой стаблю, да, и пробуем делать такую маху вперед, раз, да, а вот чтобы она не вываливалась из руки, надо взять ее ближе под гордон, да, и сильнее держать вот этот вот, вот этот хват указательный, большим пальцем, еще. Еще раз, и раз, и раз, вот, и так, и хорошо. С учетом того, что кольчуга тяжелая, это прям тяжело на самом деле дается. Теперь возьмем оружие более серьезное, прошу. Так, это уже подлиннее. Это уже полутора, и здесь делаем то же самое, только двумя руками, да, правая рука под гордон, правая рука под гордон, левая нога вверх, так, головой поднимаем руки. Сейчас, подожди, чтобы вас не убить. Так, и делаем такой же мах вперед, ноги пошире, да, и замахиваемся выше, и движение идет вперед, сильно на выпрямление рук. Угу. Пробуем. И раз. Да, еще сильнее. Раз. Раз. Ох, я уже не чувствую правой руки. Надо приседать вместе с этим. Давайте еще раз попробуем. И раз. Да. А я не приседаю. И раз. Вот и не вставай. А, и не вставай, то есть, и ты сидишь с этим. Да. И раз. Вперед. Вот таким мячом кого чаще убивали? Ну, к сожалению, точных отчетов нету, поэтому можно... Кого удобнее им, не знаю, врага на коне? Вообще, средневековый воин, это в основном конный воин, поэтому, естественно, что большей частью рыцарь ездил на коне, и рядом с ним была еще его свита, несколько слуг, которые возили за ним различное оружие. Вот, поэтому в определенных условиях боя выбиралось удобное оружие, но, в первую очередь, это копье, конечно. Ну, давайте вот с копьем-то и начнем. Это же... Это алибарда, но... Алибарда, правильно, да? Итак, правая рука также сверху, левая, июль, квад пошире, и также над головой замахиваемся. И... И... Движение. Раз. Да, до пола, вот сюда, вот сюда, вниз. Ага. Приседаем и... А мы все, все. А, да? Ну, все, давайте. И... Раз. Ну, вот эти, на самом деле, легко, потому что как-то... Хват шире. Да, хват шире и так далее. Ну, я думаю, мы прошлись по таким самым главным оружием средних веков. Я думаю, бои у нас будут сейчас с вами. Попробуем сегодня немножко посостязаться. Чуть-чуть позже увидимся. Коллеги, вам слово. Продолжение следует... Продолжение следует...